Девочки, всем привет! Сегодня конец недели, я только вам показываю косметичку, которую выбрала на эту неделю. К сожалению, так было, очень насыщенные были будни. Я нашла время, вот села записывать. Что хочу сказать, сейчас, как обычно, я вам покажу мои макияжи, выбранные косметикой с прошлой недели. И это будет последний раз, когда я так делаю. В следующий раз я буду показывать получившиеся макияжи косметичкой недели в отдельном видео. Я надеюсь, у меня все получится и такой формат зайдет. Ну и давайте уже начинаем. Берите чаек, кофе и приятного вам просмотра. Хочу начать свой рассказ о получившихся макияже с макияжа Бернович и палеткой Томфорд. Я использовала Томфорд Смоки Кварс, матовые оттенки. Вот эти вот два великолепные цвета. Вот так вот они смотрятся. Картинка с макияжем, как обычно, будет слева. И обещала показать также девушке, которая писала комментарии про сыпание кремовой формулы Томфорд, кисти, которыми я пользуюсь. Как вы знаете, я в кистях неприхотлива и непривередлива вообще от слова совсем. У меня кисти Бейдж косметик турецкой фирмы Носито, какие-то кисти с Боксичарм. Ну, в общем, это все синтетика. И я использую для тушевки вот такие вот две кисточки. Это тушевочная, но при этом плоская кисть. И ей я, получается, как бы накладываю больше. То есть я не вот так вот не тушую, я как больше поглаживаю и накладываю тени. В общем, у меня, что хочу сказать, Томфорд не осыпается. Не знаю, в чем причина. Может быть, в синтетических кистях, может быть, в том, как я движения рукой, какие я совершаю. Ну, вот, может быть, палетка у меня еще не подсохла, потому что все-таки формула кремовая. И я думаю, что больше не буду в этой формуле постараюсь не брать, потому что мне очень много там, что у них нравится. Но я постараюсь не брать в этой формуле палетки, потому что все-таки крем, все-таки стоит это дорого. и я боюсь, что засохнет. Так, я делала форму Том Фордом и добавляла два великолепных спаркла от Бернович. Потрясающие дуахромы, рыжий в зеленый и, ну, это не дуахром, это просто такой оранжевый спаркл. Макияж получился очень красивый. Люблю я Бернович. Рыхловатые они, конечно, подсыхают, ну, поэтому, собственно, и беру их в использование, чтобы расходовать. Так, это был первый макияж в пятницу. В прошлую субботу я красилась вот этой вот палеткой. Это моя новинка, которая у меня уже год, но это был мой первый макияж. Мне очень-очень сильно он понравился. Мне понравилось и качество теней, и как это все гармонично смотрится на глазах, и как это коррелирует с внешностью, с моей. Очень-очень все достойно смотрелось. Матовые здесь, в принципе, хорошо с друг другом сочетаются сияшки. Они, конечно, не такие воровеглазные, как Берновичи, но они очень-очень достойно смотрятся на глазах. Вот это вот супершок формула. Мне понравилось. Макияж вышел такой мягкий, такой, не знаю, приятный. Вот я, не знаю, смотрела на него в зеркало, и мне прям очень сильно нравилось. Обожаю эту палетку. Теперь не только из-за упаковки. И третий макияж, который я делала в воскресенье, я выполняла вот этой вот палеткой от Revolution. Это индейка. Это посвящено сериам сериала Друзья Дня Благодарения. Достаточно такая, кажется, невзрачная гамма. Мне палетка понравилась. Вообще, я ее очень сильно уважаю. Особенно она мне тут обошлась. Девчонки, в 40 лир. Ну, представляете, по курсу это около 120 рублей. Ну, что жаловаться, да? Вот цвета из этой палетки. Матовые. Достойно себя повели на глазах. Вообще без нареканий. Блестяшка. Видно, что по сравнению с Colourpop отличная. По сравнению с Бернович, ну, как бы да. Ну, что мы придираемся. И я вот на глазах после Берновича, и после всего этого я не смогла оставить просто такой макияж. Я на глаза еще нанесла вот этот вот спаркл от Бернович. У меня в нем дырочка. Очень его люблю. Я думаю, что надо будет его подзаканчивать. Он уже такой подсохший. Может быть, добавлю его в Project Pen 23 года. Вот такие вот у меня получились макияжи. Это были тени. Из продуктов для лица я использовала Marc Jacobs в качестве бронзера. Ну, тут вообще без нареканий. Он всегда работает чудесно. Он нейтральный. Он не рыжит. Он чудесно растушевывается. Прекрасно пахнет. Он бесконечный, потому что тут Господи, прости. Сколько грамм? 25 грамм. Я не знаю. Мне кажется, я его еще завещаю кому-нибудь. В общем, это чудесный продукт. Единственное, что не очень удобно хранить, потому что огромный. В качестве румян я использовала вот эти два продукта. И Офра мне понравилась, как обычно. Потрясающе сработала. Она у меня была в макияже с индейкой Revolution. И вот эти вот румяна. Я их использовала, по-моему, во втором макияже. В общем, я ожидала от них худшего. Они хорошо легли, если брать чуть-чуть. Цвет, конечно, специфический, но если брать чуть-чуть, наносить и растушевывать, они так интересно лицо освежают. То есть оттенок кажется диким, но он заходит. Имеет они место быть, ну, просто что очень-очень сильно по чуть-чуть и не всегда. То есть если лицо сильно бледное, если там макияж не соответствующий гаммы, ну, как бы, понятное дело, и так, что это будет не к месту. И в качестве хайлайтера я брала вот этот хайлайтер. Это Revolution коллаборация с котами-аристократами. Это оттенок Мадам. У меня были на него большие надежды. И когда я покупала и делала сводч, он мне так понравился, потому что это, опять же, что-то, вот такая история. Розовая база и цвет шампанского. Видите, какой он красивый. Но, к сожалению, он не оправдывает ожиданий. То есть его, когда наносишь на лицо, он просто светит золотыми блестками. Это как бы не то, чтобы очень плохо смотрится на лице, ну, просто не так, как на сводче. Я не знаю, в чем проблема. Ну, как бы очевидно, что в формуле она старевшая. Ну, вот, то ли нужны какие-то безрумян его использовать, попробовать, как блэш лайтер. но пока вот я нанесла на место хайлайтера не было ни розового шифта, хотя он, очевидно, виден на сводче. Просто были розовые блестки. Может быть, у меня сейчас тональник уже мне темноват, он такой рожеватый. Сейчас я вам покажу. Я добиваю вот этот слой тональник от Pure Beauty. Вот тут совсем чуть-чуть осталось. Я им очень доволен. Тут оттенок 02 Neutral и он, ну, откровенно говоря, желтоват уже сейчас. Мне летом на загар нормально, но как бы не сейчас. Вот. Может быть, из-за этого, короче. Я немножко расстроена. Тоже стоил копейки. Расстраиваться вроде как и смысла нет, но как-то на сводче одно, а на лице другое. Так, и в качестве помад я брала две кремовые помады Наташи Деноне. Ну, тут вообще без нареканий. Я очень люблю ее формулу. Это оттенок Мария. И даже больше мне нравится формула вот таких вот помад от Baxam. Это оттенок Goddess. Я вообще очень сильно вам рекомендую вам Baxam. Я знаю, судя по статистике, большинство девчонок смотрят меня из России. У вас представлен в L'Etoile бренд Baxam. Очень часто на него огромные скидки. Я вам очень сильно советую. Это потрясающий бренд. Он делает очень качественную продукцию. Мне все от них нравится. Я вам от всей души рекомендую. Уже, наверное, в миллионный раз. Также у меня был карандаш от Doss of Colors. Мне понравился. Он мягкий. Он, конечно, темноват, но я его подрастушевала и получил достаточно красиво. Карандаш мягкий, при этом стойкий. Тоже супер вещь. Очень рада, что приобрела его, потому что я брала в наборах. Там было два набора. Я думаю, боже мой, куда тебе в каждом наборе по четыре продукта? Это сколько тебе придет в коллекцию всего? Ну, как бы, ладно. Довольна. И вот такую помаду брала от Golden Rose. Это оттенок 16, нюдовая, матовая. Тоже мне все понравилось. Хороший цвет. Я наносила его, растушевывая пальчиком и выглядела очень достойно. Хорошо носится Golden Rose. Вообще, это гордость Турции, я хочу сказать, потому что вообще в Турции очень-очень много бюджетной косметики, которая достойного качества. Но мне что нравится в Golden Rose, что они при этом еще делают достойную упаковку. То есть это не флормар, который там сотрется все и развалится. Это хороший, качественный продукт, который будет служить. Не отвалится там ни крышка, ничего. Вот такие были у меня макияжи с прошлой недели. Сейчас я это все сотру и уберу. И перейдем к продуктам, которые я выбирала на эту уже неделю. Сейчас в конце недели ими активно пользуюсь. Так, местечко освободилось и давайте смотреть, что же на этой неделе я себе выбрала. Начну с палеток, как обычно. Взяла я Худу Бьюти Хаки Хейс палетка. Очень ее люблю. На мой взгляд, безумно гармоничная палетка, безумно удачное сочетание цветов. здесь можно сделать как и розоватый, кто бы сомневался, так и зеленый, так и рыжий макияж. Мне, вообще, я очень люблю Худу. Мне, правда, немножко расстраивает, что она последнее время создает, потому что мне не понравилась ни весенняя коллекция Colorblock. По блестяшкам я ее сводчила, мне не понравилось. Потом мне не зашла палетка Lovefest, потому что очень она была рыжая и помады. этот набор с помадами до сих пор болтается, потому что он такой рыжий, что даже турчанкам с их темным оттенком кожи, с таким оливковым подтоном, даже им не интересны эти цвета. Я вообще не знаю, для кого они сделали, это жуть. И вот сейчас палетка новая, которая у нее вышла Empowered. Ну, вы знаете, я хотела очень набор помад с губками, но его разобрали. А вот сама палетка, ну, она провальная, я считаю. То есть, она ужасная. Я смотрела обзоры, она никому не нравится в итоге. И я ее сводчила в магазине, и она мне не понравилась. И мне не понравилось качество блестяк. Короче, я так люблю фуду, мне так обидно за этот год. Я не знаю, в чем проблема, в чем причина, но как будто какая-то искорка потерялась у бренда. Ну, а эта палетка, по-моему, даже двухнедельной, двухгодичной давности. Я ее очень люблю. Давайте посвочим матовые. И вы увидите, насколько она вариативная. Она немножко, единственное, что она немножко темновата, и этой палетке нужен все зеленое только что было в кадре. Этой палетке нужен какой-то хайлайтер в уголочек глаза. Но вы сейчас поймете, во-первых, зеленый оттенок, он как бы мне нравится, что он тут носибельный. Это вот именно оттенок хаки, он даже больше в коричневый уходит. Потрясающе все смотрится, тушуется. Холодный, темный, коричневый для затемнения. Такой тепленький уже оттенок. Розовый, растушевочный оттенок и рыжий, потеплее коричневый. Смотрите, тут набор матовых оттенков. Вы можете свой макияж увести в любую тональность, какая вам нужна. Начать с розового, углубить коричневым, будет прохладная розоватая рамочка. Начать с этого, уйти в коричневый, будет теплое, рыжее. Начать с любого из этих, уйти в хаки, и будет зеленая, зеленоватая. В общем, я ее обожаю официально. Так, и шиммеры в этой палетке. Вообще тоже моя любовь. Единственное, что, как и во многих старых палетках отхуды, некоторые шиммеры нужно прямо натирать на глаза, чтобы они смотрелись так, как на свотчах. вот блестяхи обалденные, светло-зеленый хаки оттенок. Мне еще нравится, что здесь не прямые зеленые оттенки, то есть не плоские, а они вот именно хаки с таким коричневым грязноватым подтоном. Безумно красиво это все смотрится на глазах. Темно-зеленый, рыжий, ну, куда без него, да? И вот этот самый мой любимый оттенок в палетке это такой зеленый с розовыми блестками и на зеленой базе. Он обалденный. Вот если, вот его надо натирать на глаза, но если натереть, получится классно. Это вот худо. Наконец-то ей воспользуюсь, потому что я уже как-то ее брала в косметичку и так и не воспользовала. И следующие две палетки, которые я выбрала, это Тами. мне кажется, сейчас их время. Я, девчонки, понимаю, что у вас уже зима и следующие мои подборки косметические уже будут такие тоже с зимним настроением, но у меня пока осень, у нас тут огромные рыжие листья, красные плющи на заборах, то есть, ну, короче, настроение вообще не зимнее. Я взяла свои новые последние палеточки от Тами, это Василиска и Лисичка. Василиска такая достаточно спорная гамма, не особо она носибельная, очень яркая, очень насыщенная и для меня самая главная проблема Василиска даже не в том, что он яркий, а в том, что он темный, потому что темные макияжи я на себе не люблю. Вот этот вот оттеночек дуахром, этот прикольный такой, он так ярко блестит на глазах, ну, наверное, фиолетовый матовый уже свочить не буду, на самом деле эту палетку я беру для того, чтобы сделать ей стрелки. Я планирую сделать стрелку вот этими двумя оттенками. Мне кажется, должно получиться прикольно. У меня есть кофта вот такого цвета, и как-то это все будет хорошо, мне кажется, сочетаться. Вот, то есть эту палеточку я беру как акцент. У меня будет такой нюдовый макияж, я его уже придумала, будет такой нюдовый макияж, и вот такая вот яркая стрелка в осенних цветах. Так, и лисичка, это вообще новинка, показывала ее в покупках. Не знаю, свочить или нет, уже сто раз ее свочила, но я думаю, вы видели вообще свочи. сделаем, наверное, блестяшки. Мне она сразу приглянулась, потому что мне почему-то, по какой-то непонятной причине, несмотря на то, что у меня такой сероватый подтон в волосах достаточно, ну, в общем, свой типаж, родной, без загара, без обесцвечивания волос, у меня холодный подтон, очевидно. Я не знаю, почему мне идет все рыжее, но оно реально мне идет, видимо, из-за зеленых глаз. В общем, я как увидела эту гамму, я поняла, что ты должна быть моей. В общем, я нисколько не жалею, посмотрите на эти цвета. Вот, с удовольствием буду ей пользоваться. При моем обилии палеток получается, что где-то один раз в неделю я пользуюсь выбранной палеткой. ну, из-за того, что, чтобы все успеть, скажем, ну, скажем так, и Project Pen попользоваться. Так, вот я еще взяла себе два Sparkla. Это лисенок огнелапый. Убалденный цвет. И вот это, по-моему, лисичкин гнев, да. Ну, лисичкин гнев не уверена, что буду использовать. Он такой спокойненький, просто такой рыженький шиммер. Так, девчонки, мне пришлось переместиться. Камера села, пришлось втыкать зарядку. У меня вообще сегодня какой-то немой день. Сто лет не снимала. Села снимать, и у меня то место закончится на телефоне, то сядет за заряд аккумулятора. Короче, так, мы закончили с вами на двух оттенков из парков Там и Танука. Не знаю, буду ли ими пользоваться, но возьму. И точно так же хочу взять косметичку, но не знаю, буду ли пользоваться. Вот такие вот карандаши. Это ламель гелевый карандаш. Они просто вроде как походят по цветам, но на самом деле этими гелевыми карандашами я очень-очень редко пользуюсь, потому что они очень яркие. Вот этими, например, карандашами я последний раз красила своего ребенка на Хэллоуин. Я приложу вам фотографию, я из него делала зомби, и вот этот зеленый карандаш у меня очень хорошо ушел, и я так предполагаю, что на это они уходить и будут на какие-то творческие макияжи для детей на праздники. Так, ну и возьму вот этот вот зелененький карандаш от Шесейда. Но тоже не уверена, что буду им пользоваться. Он просто подходит во всю эту рыженькую гамму. Кстати, мне кажется, тут свет лучше с этого ракурса. Может быть, я с этого и буду снимать в будущем. Так, это были глаза для лица. В качестве бронзера я вам уже показывала и снова хочу взять вот эту вот терракоту. Это лимитка Руд Дозиль. Прекрасный подбор цветов здесь. Такая деревянная магнитная упаковка. Вообще, конечно, произведение искусства это вообще коллекционная вещь. Но вот я решила, что все-таки начну и пользоваться. Уже у меня стерся блестящее вот это напыление, но остался рисунок и потрясающий продукт. Очень хорошо тушуется. Я беру обычно очень большую кисточку и прохожусь по периферии лица. Получается такой здоровый оттенок загара. Красивый цвет. В качестве хайлайтера беру вот такой продукт. Это Lunar Beauty бренд Мэни Мьюэй. Это хайлайтер в оттенке Марс. Очень интересный у него цвет. Тем персиковый оттенок. Если растушевать, он не оставляет никакого темного пятна. На лице смотрится он потрясающе. Все у меня будет такое рыженькое, тепленькое. Напоследок оторвусь и буду переходить уже к зимним макияжам. И последнее, что хотела показать вам для лица это вот такая двушка Бобби Браун. Вот так она выглядит. Это оттенок Питч Глоу. Это хайлайтер в оттенке Питч Глоу и такой блаш лайтер. Румяна хайлайтер. Тоже все тепленькое рыженькое. Хайлайтер посветлее. Румяна прямо вот такого абрикосового оттенка. Очень классный. Они полупрозрачные. это видно, не перекрывают оттуровку. Ну а в качестве продуктов для губ я выбрала опять две помадки от Huda Beauty. Одна кремовая формуле оттенок Bata Cap. Очень люблю их. Я вообще как вы видите предпочитаю какие-то волосины какого-то. Предпочитаю такие нюдовые оттенки в помадах. Как нибудь сниму вам со свочами все свои помады. Вот эта формула очень хорошая. Очень хорошая. И вот эта классическая матовая формула. Что-то у меня к ней какие-то вопросики возникли. Я ей уже пользовалась. То ли она подсохла, то ли губы у меня были недостаточно увлажнены. В общем, она легла не очень ровно. Это оттенок Board Meeting. Буду пробовать еще раз решать, что с ней делать. И хочу взять вот такой карандаш. Это опять Dose of Colors. Я ни разу его не пробовала. Это оттенок On Repeat. Автоматический карандаш. И вот такой у него оттеночек. Чуть чуть темнее Buttercup. Мне кажется, что вдвоем вместе они будут смотреться хорошо. Ну и вот такие вот продукты у меня получились на конечно уже конец недели. Уже я делала некоторые макияжи. Все вам покажу, все расскажу. Спасибо вам за просмотр. Хороших вам выходных, отличного настроения. Всем пока-пока. макияжи. 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 Макияжи.